Весна она такая. Говнище кругом, но и приятными местами становится. Во-первых, не так холодно. Во-вторых, уже можно по-человечески порисовать на улице. Я до сих пор не понимаю, зачем закрашивают куски вдоль железнодорожных путей. Это ведь единственное, что радует глаз, пока едешь до города. В любом случае, время порисовать пришло. Запасы подысякли, и надо закупиться первоочередным расходником. Мне понадобится черная эмаль и всяческие клейки и ленты для трафарета. У меня в подвале завалялся один экземпляр, который я вырезал давным-давно для одного фестиваля. Первый фестиваль, на который я так и не попал. Там так сложились обстоятельства. И слава богу, что получилось именно так. Думаю, потом поймете, почему я так говорю. Что это? Трафарет я вырезал давным-давно, ничего не помню. И у меня нет с собой референса, то есть и самого эскиза. Тут есть код у нас в отдельном пакете. Левая и голова. Как его слепить теперь, я не понимаю. Но я явно был легкомысленным молодым человеком. Потому что так крепить на отъебись. Это надо удалиметь. Какие-то цифры. Четыре. Четыре черный квадрат. Что я имел в виду? Бл***ь. Вообще не помню. Так. Ну, примерно, Антон, какой он высотой? Сколько он? Метр-полтора? Недоимоверно. Ну, короче, он влезет, я думаю. Поменьше полтора. Ну, вот он весь объем. На гараж его, в принципе, поместить можно. Но такой гараж, он мне не нравится. Видите, поверхность очень шаткая. И валкая. Все дугой. Поэтому ищем другое место. Но место должно быть какое-то такое, как сказать, не совсем шухерное. Потому что я так подозреваю, что с ним я застряну конкретно. Как же здесь бабл? Но я его рисовать не буду. Обидишь его тебе, пизда. Как-то грубо звучит, как-то тупо звучит. Надо это все игнорировать. Я тут начал все это собирать. Как-то решил немножко подлатать. И понял, что это такая хуйня. Я ничего не понимаю. Какой-то кот. Вы посмотрите. Посмотрите, какой кот. Это что, блядь? Это какие-то кружки. О чем я думал? Как я вообще хотел это все рисовать на фестивале? Я бы обосрался там. Просто-напросто. Ну, то есть, ну, просто вот зацените. Вот дядька, да? Вот так он выглядит. Вроде все, ну, можно разобрать. Ну, вот это-то что за мешанина? Прошло 9 лет. И я, как бы, вроде должен опыта как-то поднабраться. Но я не понимаю, как это все решить. Кот слился с лямкой в футболке. Руки слились. Совсем. Я не знаю, что делать. Ну, это серьезный челлендж. Это челлендж. Давайте расскажу, что это за персонаж. Этого дядьку зовут Батсу. И он является участником организации байкера-спасателей животных. В 2007 году восемь парней, которые знали друг друга по улицам Нью-Йорка, тату-салоном и гонкам на прокачанных автомобилях, нашли у себя еще одну общую страсть. Спасение животных, жертв жестокого обращения. У них было шоу в 2010-м по National Geographic. Я смотрел с удовольствием. В нем они помогали животным и их хозяевам в сложных ситуациях. Там, в принципе, все мужики четкие. Но мне больше всего запомнился Батсу. Такой мощный дедок в татухах. Из-за больной спины Брауни не может толком шевелить задними лапами. Семья не может позволить себе еще одну операцию. Они думали о том, чтобы усыпить питомца, но не смогли. Так, а сейчас дай я осмотрю твои лапы. Батсу тихо обменивается с Брауни энергией Ци. Духовный лидер байкеров, спасателей животных и приверженец восточной медицины, 75-летний Батсу, уверен, что есть и другие способы лечения такс. Пытаясь найти у него болевые точки на лапах, я почувствовал, что его душа расслабляется, отвечая моей. Ну, короче, они смастерили креслокаталку для этой таксы, чтобы собачка могла нормально передвигаться. Знаешь, Джон, я думаю об этом все каждую ночь. Он буквально сводит меня с ума. Я все думаю, как сделать так, чтобы он ходил. Деньги мне и нужны, я делаю это от души. Достойный человек. Не знаю, жив он сейчас или нет, но увековечить его надо. Теперь этот пес с особыми потребностями стал более независимым, и ему не надо будет никуда уезжать. Миссия Батсу и Джонни О выполнена. У нас наступил сезон дождей, и это на самом деле немного подбешивает. Казалось бы, только температура наладилась комфортно. А тут на тебе, вода с неба. Ну ничего, сегодня я пришел чисто для одного. Хочу немного изменить фон. Я уже определился с цветами, и считаю, для контрастности, чтобы персонаж выделился, сзади него не помешало бы белого оттенка. Ну вроде да, а вроде надо погрязнее. Растащу краску руками, пока она не засохла. Небольшая долька экспрессии. Ну вандал, конечно, вандал. Мне нравится использовать подобный подход в создании своих работ. Но сегодня с трафаретом я точно не поработаю. Дождь его просто уничтожит. Поэтому дожидаемся нового солнечного дня. Он у нас на неделе только один выдался. Надо успевать. Держится, конечно. Не держится, да? Да, ну это поржавшим. Сейчас просто ветер как-то вдувание. Да. Как это вот это я брал, да? Рот. Это рот. Короче, все будем выстраивать от уха. Ну это замечательно. Смотри, как открывается. Как надо, боже. Мне было в падле уехать за нормальной краской ради одного черного. Хочу посмотреть, как с этой задачей справится дешманская эмаль. Я, конечно, заранее понимаю, что все будет крайне всрато. Но в этом что-то есть. На плотную укрывистость рассчитывать не стоит, разумеется. Как получится, так получится. Даже интересно. А сейчас погнали в Мейкер Стрит. Вот другое дело вообще. Смотри, как укрывает. Ну она не такая уж и хорошая, это типа а-ля Артон. Но тем не менее, это просто одно удовольствие. Вот он самый головняк. Собрать на полу всю конструкцию – это одно дело. Но вот проделать все то же самое на вертикальной стене – это совсем другой разговор. Каждая часть то и дело норовит отвалиться. Пошло какое-то время, тут что-то получается. Но это, конечно, взрыв моих мозгов сейчас конкретно происходит. Вот я единственным, чем рад, я нашел кошачье ухо. Все. От этого уха можно плясать дальше кошку. Вот, это победа. Зеленый с голубым – это единственное сочетание, которое я смог себе позволить. Все зависело от наполненности банок. И вот зеленый у меня был почти полный. Всю дорогу меня не покидало ощущение дежавю. Я был почти на сто процентов уверен, что проебался с пропорциями. И все это как-то дико неудобно. Абсолютно то же самое я испытывал на кличе, когда рисовал лесного бога. Что-то там. Да, ну, да нет. Не совсем. Ну, такое, типа. Серединка на половинку. Тупо. Типичная с кукурузой такой вот. Сейчас тупо с зеленым все. Там же забираться будем. Еще в тот раз зарекся, что больше не буду делать такие большие составные трафареты. Ты капаешь-то, блин. Один фиг их сложить тютелька в тютельку просто нереально. Но так как этот трафарет я вырезал еще хер знает когда, меня тупо задушило чувство в пустую выполненной работы. И стало сразу ясно, что когда-нибудь я до него доберусь. И вот это прямо сейчас и происходит. Сейчас главное накидать основные цветовые пятна. Хотя бы приблизительно. И так понятно, что вывозить работу придется кистями. Из более-менее чистых у меня с собой был только каллиграфический кап. И так он мне что-то понравился, что я с него в основном всю работу изолил. Сейчас уже пошел второй слой трафаретов. И на этом я сегодня скорее всего и закончу. Детализировать, как я уже сказал, планирую потом. И котика почти что полностью решил реализовать от руки. Да, мне это оказалось, конечно, не так просто, как я думал. Да я и не думал так на самом деле. Я знал, что путь в жопу. Ладно. Сейчас путь подсохнет немного, а потом я сниму трафарет. И расстроюсь. Пока похавал, пока туда-сюда. Оно уже истемнело. Но поработать еще нужно успеть. По прогнозам, всю следующую неделю сплошные дожди. Я не знаю, как он там в овт. С пьяной вешали, а я даже не знаю, как он там висит. Ты давай там не ебнешь только. А мне только не ебнешь. Это оголенные провода. Ну ты, главное, не лежи их. Я так хочу. А, это проволока. Ну вот и все. Паркур, 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 паркур. Так, 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 давай, давай. Пошел, пошла массовка. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Так, сюда, сюда. Через этот, через этот. Вот эту, через вот эту. О, бля. Мешон, мешон. Конечно, все не так херово, как я думал. Но все равно мясцо. Кошка. Видно. Девять лет. Девять лет он томился в моих подземельях. Пора по классике придать его огню. Трафареты это, конечно, хорошо. Но следует их как-то оптимизировать. Уж слишком проблемно цеплять их на стены без погрешностей в пропорциях. Остальная часть работы будет проделана кистями. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. А раз так, то поддержите канал подпиской, лайком и по возможности комментариями. Комментарии все читаю и на какие-то даже отвечаю. Что довольно редко, кстати. Ссылка на инсту, где я сполерю, и группу в ВК вы найдете в описании. До встречи в следующих видео. Пока.